Андрей Андреевич, как Вы считаете, вот для всего мира сам факт того, что Путин дрявый, простите, границы Путина, то есть России дрявые, что могут заходить и, кто-то говорит, ДРГ, кто-то говорит, что российские граждане просто хотят избавить Россию от путинского режима, но факт остается фактом, что можно заезжать на танках, ну просто, я не знаю, прям как они сами делают по отношению к нам, выясняется, что можно в эту игру играть вместе. Так вот, вопрос. Путин всегда позиционировал Россию как что-то такое отдельное, что мы такие сильные, у нас Посейдоны сейчас как бахнем по США и по Вашингтону, где Вы находитесь, и все должны были испугаться. А вот сейчас как-то эта история звучала совсем другими красками, и вот вопрос у меня такой. Как Вы думаете, планета как отреагирует, и что люди думают за границей, в Штатах в первую очередь, когда читают подобные новости? Ну, я Вам отвечу не что думают, а что говорят, а именно, что сказал вчера президент Соединенных Штатов. Он сказал там два-три слова, но они очень дорогого стоят. Это такое коренное изменение американского отношения к России. Ну, мы будем, наверное, видимо, подробно с вами говорить об итогах Большой Восьмерки, но, в частности, наиболее таким прозвучавшим было сообщение об организации истребительной коалиции. Американцы снимают там последние табу на поставки любого оружия конвенционального, но, в данном случае, истребители Ф-16. И вот уже есть вот такой посол у нас Российской Федерации, господин Антонов. И вот он отреагировал, кстати, на вчерашнее интересное заявление человека, который вообще-то был, для нас с вами не секрет, в течение всех этих 15 месяцев тормозом на каждом этапе предоставления нового технологического типа оружия. Ну, же вы помните, как всегда это было, начиная с Живелинов, потом с теми же Хаймерсами, Галубицами, Петриотами, Эброссами. Всегда же было сопротивление. Нет, нет, ни в коем случае нельзя. А потом все-таки давали. Так вот тормозило, конечно, это советник президента Соединенных Штатов по безопасности Джек Селиван. И о нем часто такие положительные комментарии были в российских бедах, что это единственный разумный человек, с которым можно о чем-то договариваться и так далее. Ну, вот чем ознаменовался последний саммит? Правильно, лучше всего, по-моему, между прочим, два человека о нем отозвались. Это президент Франции Макрон, он сказал, что это game change. Это в отношении Украины, это изменение всех правил игры. И это действительно так. Отброшены все разговоры, надоевшие нам с вами последние месяцы на Вашингтонских болотах. Нью-Йорк Таймс, политика и Вашингтон-Пост о корейском варианте, о 38-й параллеле, о прекращении огня, об усталости Запада от Украины, о последнем шансе для Украины. Нет, все слова прозвучали очень четко. И вот Селиван, спасая как бы вот последний какой-то рубеж своей вот этой знаменитой политики непоражения Украины, мы уже помним, Блинкин-Остин за победу, а этот за непоражение. Он, значит, рассказывал о том, что нет, все-таки мы договорились, что удары этими бомбардировками, истребительными F-16 не будут наноситься по российской территории. Но, добавил он, это не касается, конечно, Крыма. Крым – это украинская территория, и здесь нет никаких ограничений. Так вот, сегодня утром или вчера вечером, я уже не помню, посол Антонов сделал очень громкое заявление, что Крым – это такая же часть Российской Федерации, как любая другая. Его область – Москва, например, или Санкт-Петербург, и удары по российской территории, с американским строительством F-16 – это громадный риск. Это громадный риск, и вызовет нашу реакцию и последствия. И вот Байдену задали вопрос. Вот вы слышали это заявление? Что вы можете по этому поводу сказать? Вы согласны тем, что это риск? Он сказал два слова. It's for them. Это, да, риск, но для них. Это вот совершенно другой тон уже распоясывался дедушкой Байдена. Тут надо добавить, Андрей Андреевич, что вот этот посол Антонов, посол России в США, он вообще-то до этого занимал должность замминистра обороны, то есть зам Шойгу. И как у них там все увязано. То есть они, по сути, дипломата с соответствующим военным опытом туда отправили в Вашингтон. И вот что из этого получилось. Но тогда возникает вопрос. Почему они, ну в смысле россияне, и очень многие, кстати, западные СМИ частенько Крым как-то выделяют. Ну то есть получается, сбивать российские самолеты над Брянском можно. Все говорят, ну а что, война, да и война. Курская, Белгородская область. Вообще никаких комментариев. Не говоря уже об оккупированных территориях, которые они тоже называют своими. А Крым вот как-то выносится за скобки. Что это вот вообще за подход на международной арене, когда есть Россия первого сорта, второго, третьего? Ну и там вообще-то, наверное, просто не Россия, потому что это оккупированная территория. Но тем не менее, оно же как-то выглядит странно. Ну вот этот подход и закончился. А вот для того, чтобы оценить, я вот сегодня подумал как раз перед нашей передачей, для того, чтобы оценить вот тот путь, который прошли Соединенные Штаты, от этого очень странного подхода, от первой встречи Байдена и Путина, помните, в Женеве, когда результатом его было, что Зеленского он посоветовал, поезжайте, молодой человек, и выполняйте Минские соглашения. Я напомню такую сцену. Она была в 16-м, по-моему, году. Да, еще Порошенко был президентом, а Байден был вице-президентом у Обамы. И тогда какие-то непонятные люди взорвали какую-то опору электропередачи, где-то в Крыму, да, УЭП, да. И вот потом же, вот во время и украинской президентской кампании, и американской президентской кампании, там был у вас такой, надеюсь, он уже нейтрализован, КГБшник Деркач, по-моему, его фамилия. Сбежал в Россию. Сбежал, да, но как же так, да, как не досмотрели. Вот, он давал, демонстрировал пленки из президентского архива, не знаю, как он их доставал. И, в частности, закрытый разговор Байдена с Порошенко. Так Байден выговаривал Порошенко за эту самую взорванную там опору электропередачи. Ни в коем случае никогда больше этого не делается. А сейчас Селиван, казалось бы, самый, что показательно, самый осторожный, самый, если ходите по-российски, человек в американском, доходите по любым объектам Крыма, конечно, это территория Украины. Ради Бога, чем больше, тем лучше. Начинайте с Крымского моста. Вот так изменил. Это вот такой ответ на ваши вопросы в более широком смысле. А нет уже у них никаких ответов, нет никаких красных линий, нет никаких угроз, все уже обесценилось. Ну, 15 лет Путин довольно успешно использовал ядерный шантаж. Ну, где-то мы с вами это подробно осуждали. Еще в октябре прошлого года, наконец, американцам объяснили, что его просто убьют, если он попробует потянуться к ядерному оружию, он с тех пор не тянется к нему. Они же все наблюдают. Каждый раз их разведка дает оценку, что никаких шагов, попыток к перемещению ядерного оружия. Он так болтает, продолжает. Он с Лукашенко иногда разговаривает. А я говорю, ну, какова была тогда реакция? Мы помним. Даже Путин. На уровне Путина примерно так звучало, что да что вы, мы никогда не собирались использовать ядерный оружие, но нам и не нужно. Мы можем Украину уничтожить, превратить в каменный век, дословно я цитирую, путем конвенциональных ударов по инструктуре, энергетической в частности. Это было сказано в начале октября, как раз после американского предупреждения. И где-то с 10 октября началась вот эта кампания уничтожения украинской инфраструктуры. Ну, она, по-моему, завершилась вот этим историческим матчем между Патриотом и Кинжалом, который Патриот выиграл со счетом 6-0. Хотя российская пропаганда пыталась на меру убедить в том, что Кинжал выиграл со счетом 5-0.